Здравствуйте, друзья! У нас будет традиционная проходочка по чемпионату России по киброспорту. Мы в Белгороде находимся, и на дворе 2022 год. Сейчас мы пройдемся по... находимся мы сейчас где-то между... О, Дмитрий Смит идет, Дмитрий Смит идет! Это президент! Президент Федерации компьютерного спорта, Дмитрий. Вот, его направляют, много серьезных людей вокруг. Ладно, пойдем, не будем мешать. Я его обыгрывал на ЛТ, когда он за орков играл в Warcraft 3. В общем, это за кулиси, так называемые. Здесь транслируются тоже матчи, в данный момент идет НХЛ. И очень классные комментаторы, кстати, комментируют уже второй, как минимум год второй. Там профессиональные комментаторы хоккея, которые комментируют и, конечно, лагают. Но это одноклассники, если бы они поставили гудгеймовскую трансляцию, не было проблем Леша. Леша с нами, передаем привет. Алексей Друнин, чемпион по Warcraft. Незримое присутствие. Короче, у меня какие-то смешанные чувства по поводу чемпионата. Вроде как все прекрасно, отличная площадка. Но первое, что смущает, это то, что из-за сложившейся ситуации народу крайне мало, а именно не было никакой рекламы. И вы сейчас увидите почти пустые трибуны. Ну, понятно, что идет трансляция там онлайн, там кто-то где-то смотрит на гудгеймов. Всем отдельный привет. И дотка еще не началась, а завтра еще финальный день. Поэтому, скорее всего, и начали людей завозить сейчас. Будет под вечер, может, дотеров привозят. Может, у них там какое-то место, я не знаю, специальное. И изолируют их как-то от основного сообщества. Смысл в чем? Народу маловато. Продакшн великолепный, сцена. Вот там вы видите комментаторскую. Вон там, Антон, смотри, мы там сидели. И там диванные эксперты еще были, аналитики. Вот справа диван, там сидят эксперты. А слева на таких стульчиках сидят комментаторы. Ну, похожая тема, на самом деле, на то, что было в Челябинске. Прекрасные экраны, огромное количество свободного места. Но, к сожалению, хреновая погода, отсутствие пиара привело к тому, что крайне мало живых зрителей. Давайте мы немножко попробуем подняться повыше. И посмотрим, что есть, кроме главного зала, главной сцены. Так, Антон, ты не снимаешь мой зад? Спасибо большое. Неловкий момент. В целом, Белгород-арена, она является такой многофункциональной ареной. Здесь, как вы понимаете, могут проходить самые разнообразные мероприятия. Возможности по свету, по звуковосилению, по отстройке, чего хотите вот здесь. Вот, от, ну, какого-то для хоккея, как называется-то, господи. В общем, все здесь нормально с точки зрения продакшена. На мероприятии вы можете встретить косплеер, если интересуетесь, из разных игр, пофоткаться с ними. Вот, есть такое. Там кто-то в чате просил, просил одну захватить с собой. Но я не уверен, что это возможно. Кроме этого, давай поищем что-нибудь еще интересное. Кроме этого, я вижу, VR цепляют на какого-то товарища странного. И можно, если вдруг вы еще не пробовали, ничего в себе, неожиданно. Если вы еще не пробовали VR в 2022 году, то можете попробовать. Это непередаваемое ощущение. Симуляторы. RS-Seed, что-то знакомое. Что еще раз? Удва в курсе, наверное. Он-то точно в курсе, просто мы не совсем. Ну, катаются, молодцы. Что можно сказать? Видите, все новенькое, отстроенное. Белгород. Указатели, лифты. Все для незрячих людей. Автоматы с кофе. Тут все очень прилично, мягко говоря. То есть система пропусков, там бейджики, там электронная вот эта вот система регистрации. Аккредитация прессы была на входе. И подтягивается народ. Ну, это точно на доту подтягивается. Сто процентов. Еще больше косплееров, видишь там? Вот. Пойдем? Но висит в воздухе какое-то но. Наверное, я слишком стар для киберспорта. Потому что на финал чемпионата России мы ездили еще в начале двухтысячных. Это было тоже событие. Он и Кубок России, и чемпионат России, проводимый Федерацией компьютерного спорта, организовывался в разных местах. И уровень организации был несопоставимо ниже, чем сейчас. Несопоставимо. Какие трансляции в интернете, там привозили столы, которые шатались, какие-то разноплановые мониторы, компьютеры, которые кое-как где-то доставали. Совсем другой уровень здесь. И это точно проблема моего восприятия. Нет такого вау-эффекта от редкого мероприятия. Хотя это мероприятие проходит раз в год, все равно, видимо, надо быть щеглее для того, чтобы впитывать эту атмосферу. Ты чувствуешь атмосферу? Да. О, Антон чувствует. Ладно, все, это я просто такой старый. Короче, пройдемся еще немножко, но там, скорее всего, уже концовочка. Вот, видишь, косплеерши. Но ты женат уже. Не отвлекайся, Антон. Антон, ты... Стаси не приехал, а он тут девочек снимает. Я думаю, что завтра будет, во-первых, гораздо больше количества народа. Во-вторых, сейчас надо тут потянуться зрителей, и в зале добавится несколько сотен человек, будет вид другой. Вход абсолютно бесплатный. Если вы находитесь в Белгороде, welcome, еще не поздно просто сорваться и прийти. Никаких билетов? А, нет, подожди, билеты надо было онлайн регистрировать, да? Не пустят так? А, сейчас можно. Сейчас можно зарегистрироваться. Хорошо. То есть приезжайте, все бесплатно. Такая возможность, что в Белгороде проходит чемпионат России по киберспорту, она крайне редка, и учитывая обстоятельства, вряд ли повторится в ближайшей перспективе. Спасибо, осталось сказать всем участникам, опять же, Медиву. Это же Медив, это Вороны, я правильно помню? Да. Это он прилетал, пытался убедить. Сейчас, подождите, я не могу. Извините, пожалуйста, подскажите, что вы чувствовали, когда прилетели на совет к Альянсу, а они вас просто, ну, по полной программе проигнорили? Кретины. Кто вам больше нравится, Трал или все-таки Джайна Праудмор? Нет никакой разницы. Философский ответ, спасибо большое. Не улетайте далеко. Юмор просто на высоте, Михаил, я знаю. Ха-ха-ха. Вот, спасибо Антону за то, что снимал. Давайте прощаться. Заходите на Good Game. Всего хорошего.